всем привет друзья приветствую вас всех на своем канале и сегодня снова у нас настало время интересных и увлекательных историй из моей жизни а именно ой а именно как я сюда добиралась ребята то добиралась назад в сентябре ужас как а это еще похлеще ну вот мне нужно было выехать по делам сюда 6 ноября начали обзванивать перевозчиков автовокзалы все такое заходить в смотреть рейсы вроде есть звонишь заказать билет рейс отменен так как курортный сезон окончен но это понятно это понятно конечно же дочь мне говорит давай опять тех ну как запишемся к тем людям которые но с которыми ты ехала назад как бы все равно не уже проверенные перевозчики других искать но будем других искать если что ну звоним им нам говорят хорошо хорошо на 6 значит на 6 это было числа 2 ноября ну ладно 3 ноября звонят так мы едем или 4 или 8 то говорили на бусики а теперь будет большой автобус на бусики сколько там влезет висите по им не выгодно да а собирать за четыре дня полный автобус и везут или 4 или 8 мне нужно на 6 значит 4 мне рано 8 поздно у ребята ребята думаю буду ехать через ростов у нас на 6 45 утром отличный идет автобус я по интернету посмотрела он где-то в ростове со всеми пунктами досмотром совсем там ну где-то он часов 12 и в шестнадцать ноль ноль идет ростов сухуми через сочи 2 ух сама класса круто мне подходит ну ребята как всегда не тут то было перед этим за посмотрела пара поезда поезд 1 6 идет ночью уже он пошел получается и следующий восьмого ночью идет но вот такой город как сочи добраться не на чем ходу получается так но по факту так получается у и ну ладно ребята ладно уже как-то будем же но я еду на 6 45 в очень комфортабельном таком автобусе все быстро и пункт пропуском быстро и все 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 кругом но потому что автобус шикарный в ростове мы в 11 утра я кася думаю на этот ростов сухуми куплю билет они сейчас хорошо 16 07 потом ой извините рейс отменен рейс отменен ребята чего вообще делать говорю а другое что-то будет будет 8 числа ребята сегодня 6 например это будет 8 и что на вокзале буду делать но мы вам предлагаем сейчас будет гукова 1245 город гукова краснодар что в краснодаре будет делать это не туда как это не туда да вот так не но это туда но еще с краснодара 300 километров на минуточку а ну да говорят ребята я думала-думала крутилась крутилась чё делать вообще чё вообще делать да ладно давайте билет этот на краснодар уже ладно ну прошла на этом вокзале все пункты пропуска на перроны найти нашла шпирон и ждать же недолго это гукова пришел автобус пришел автобус и багаж я взяла потому что без багажа но без билета на багаж не пускают в автобусы вы знаете по россии и без паспорта не пускают но у меня все в порядке с документами ладно а во сколько он будет краснодаре 1830 а вам куда горю мне на сочи вам нужно будет на другой автовокзал краснодар 1 а мы едем на краснодар 2 я елки-палки а что вообще делать что делать но короче ребята я еду в этом автобусе это а сама переживаю представьте я никогда не было в этом городе приеду ночью до долго выезжали пробки из города потом ехали по каким-то полям там поля поля а еще на автоокзале не могу муж попросил ты приедешь в ростову отзвонись что все у тебя нормально что ты приехал не могу позвонить я за 100 километров не смогла дозвониться за 180 километров зато по ватсапу связала с сыном сын с мужем с москвы представьте что мама все прекрасно мама уже там все хорошо все нервы ребята нервы но переживания не ну хорошо что у меня были деньги да на вот эти разъезды объезды хорошо а так вообще что вообще делать как быть я короче еду переживаю по каким-то полям связи нету ничего не берет ни интернет не берет ни телефон ребята шо делать шо делать я сейчас приеду ночью чужой город и будут там вообще вообще делать заехали заезжали по станицам ребята холодина в краснодарском крае там такая я в зимней одежде я за дубло но заехали в станицу крыловская крыловская стояли полчаса я расстроена такая водичьи там попила и купила чебурек себе там съела потом села уже уезжать я какая бестолковая дура полчаса стояли нужно было снять эту станицу сказать что тут живет блогер реально там живет блогер но не буду говорить какой ну я не привыкла называть канал и скажу что я еще за них пиарюсь но как скачет и пиаришься на мне тем более канал больше чем у меня 12 тысяч подписчиков но кто знает наверно знаю от этого человека но нужно было сказать вот в станице крыловской на автоокзале живет такой-то такой-то блогер или ну как по имени там назвать там передаю привет умная мысля приходит опосля до все равно еду переживаю пасмурно ребята пасмурно вообще темнеет зато узнала где находится этот фудкорт где красивые рестораны красивые там ландшафтные виды станица павловская это мы проезжали днем она не так эффектно конечно выглядеть как ночью но все равно узнала стоит он написано там ребята темнеет я думал боже мой что делать что вообще делать красота разоезжаем мы не успеваем к этому времени пробки миллионные просто кое-как добрались и в восьмом часу ночь этого господи у кого спросить у кого спросить куда мне что мне дальше думал ну пойду диспетчера ну у кассира спрошу хотя бы прислушайте девушка мне нужно в сочи они говорят вам нужно краснодар один это горю как добраться вот выйдите вот там остановка а этот автовокзал видно другие направления более южная краснодар 2 куда я попала вышла народ идет же это никаких остановок показали куда нету остановок какой-то трамвай там 15 номер трамвай ребята чё делать идет молодая пара девушка ребенок и парень да я у девушки девушка можно ли у вас узнать ну девушка наверно такая как я нифига не знает мальчик наверно местный потому что этот парень мне рассказал все и мы туда идем но почти туда идем сейчас покажем в ту сторону а он оказывается эта остановка метров за 300 но за углом ее вообще не видно тем более ночь но показал потом я как-то дошла уже и только дошла это в 15 ну как а на какую сторону мне становиться люди переходили переход а мне нужно на автовокзал они говорят вот на ту сторону то прям в другую сторону поехала бы но правда этот трамвай быстро приехал 35 рублей билет ребята и практически довез ну конечно остановка это оказывается вот этот автовокзал что мне надо какое счастье да что-то конечно остановка но опять же аж не знала этого спасибо 6 кондуктор тоже я спросила у кондуктора это конечно остановка и я вам скажу тогда господи вылезла темень ночь что мне делать спрашиваешь у людей где автовокзал там не поймешь здание здания как-то он там за углом тоже девушка одна давайте я вам покажу но девушка доводит меня до порога объявляют сухуми отправляется автобус через сочи я указываю ребята я такого не видела никогда у нас есть и отправляется автобус в очереди спрашивают кто еще на вот этот автобус отправляется ну короче пока она там кассир рассказывала басни крылова там автобус ушел при мне просто на глазах представьте ну спасибо что в 12 ночи кисловодск кисловодск сочи вот на 12 взяла билет ночи ну еще знаете на автовокзале постоянно объявляют видимо знаете видимо уже были прецеденты и к нам подходили кто поедет кто поезда полторы тысячи в сочи кто поедет объявляют уважаемые пассажиры берегите своей жизни цените своей жизни не поддавайтесь на уговоры перевозчиков иначе лишитесь жизни вот так что то дуру ничего себе значит были прецеденты какие-то да уже ничего себе ребята ну что могу сказать как бы это краевой город краснодар автовокзал нигде как реально места нету я не знаю какой он площади там метров 10 на метров 15 вот такое помещение это автоокзал на какой платформе мой автобус останавливается не знаем как будет как когда будет какая свободная платформа там он и станет елки-палки короче ребята я с 11 часов уже была на улице выглядывала вдруг он придет чтоб не не пропустить не ничего подобного ну короче пока я села в автобус уже в автобус села и успокоилась честно я так раз переживалась но елки-палки ну я переживала когда ехал в этот самый краснодар еще 300 километров до сочи будут автобус не будет сейчас же ну как вот такой сезон получается но конечно в 12 ночи я села очень хорошо комфортно я доехала без всяких приключений 6 утра я была в городе сочи уже села на свой автобус тоже бегут таксисты говорю ой нет не села на такси потому что я ну не сильно на легке летом конечно одежды много зимой что там домашняя одежда кофта потому что ну как я ехал в свитере а погода здесь же другая хожу здесь просто в вязаной кофте на легке считать чемоданчиком но у все легко было у меня и я села на автобус и полу седьмого около семи было уже дома здесь господи ребята я потеряла пол жизни понимаете не из-за чего что по окружной так поехала да это одно а второе я просто боялась что оттуда тоже не будет рейса ну вот так вот такие были приключения тех не знаю как буду ехать домой собиралась с мыслями как это рассказать как это сейчас смешно это а тогда вот было представьте едешь никуда никогда там не был приезжаешь туда в ночь если пищев днем бы ну как приехал в этом ну все слава богу обошлось но у меня как всегда не обошлось без приключений ну вот и все ребята моя история спасибо что были со мной всем хорошего доброго ребята всем пока